Приветствую всех друзья, с вами Женя и вы на канале Недообзор. А вы знали, что вы скорее всего лазьте по интернету небезопасно и ваши данные могут быть похищены? Сегодня я вам кратко расскажу, как серфить по интернету безопасно. Я не претендую на то, что я тут все супер круто знаю, нет, я просто поделюсь своим опытом и расскажу об этом, как понимаю это я. Поехали! А мы продолжаем в каждом видеоролике устраивать конкурсы и сегодня конкурс совместно с каналом Сергея Дунаева. Сергей тоже снимает обзоры на китайские товары, но помимо этого он еще снимает и влоги о своей жизни. Серега давай! Поэтому сегодня приз будет покруче и мы будем разыгрывать блютуз колонку в форме гриба, водонепроницаемую блютуз колонку. Если хотите выиграть, то простейшие условия будут в конце видео и в описании. Напомню, что конкурс без репостов. Результаты прошлого конкурса по ссылке в описании. Погнали уже наконец. При использовании интернета в публичных местах, например, в аэропорту, в кафе или на вокзале. Интернет на вокзале. Ну, бывает интернет на вокзале. Ну, в общем, в публичных местах любой человек, подключенный к той же самой точке доступа, может перехватить вашу информацию. Ну, например, когда вы используете свою электронную почту или он может видеть, какие сайты вы посещаете. Но даже если власти по интернету у себя дома через своего интернет-провайдера, то он может сохранять ваши действия в интернете и наверняка он это делает. Как же защититься от перехвата паролей, своих личных данных и ваши переписочки в ВКонтакте, если они для вас важны, а также свою платежную информацию? И ответ очень прост. Пользуйтесь виртуальной приватной сетью VPN. Это один из лучших способов защититься от злоумышленников. В общем, если на пальцах, то представьте, что вам удалось протянуть кабель до какого-нибудь интернет-провайдера за границей. Например, в Германию. Теперь, подключаясь к интернету, для всего мира вы будете выглядеть как юзер этого немецкого интернет-провайдера. И никакие блокировки, установленные в России, вам теперь не помешают. VPN именно так и работает. Стой только разница, что кабель не настоящий, а виртуальный, созданный программно. VPN – это максимальная защита передаваемых данных, сохранение инкогнитов при работе в сети, а также снятие географических лимитов. С первыми двумя более-менее все понятно, а снятие географических лимитов – это доступность всех сайтов, даже если они рассчитаны только на определенный рынок. Ну, например, на рынок США. Но давайте я вам коротко все продемонстрирую. На правах рекламы я вам покажу один из VPN-сервисов, но поверьте, кхм, на, я бы вам не рекомендовал. NordVPN предлагает базовые функции хорошего VPN. Кроме того, сайт доступен на русском языке, что для русскоязычной публики очень хорошо. Софт можно скачать практически для всех Windows, для macOS, а также для телефонов Android и iOS. Так вот, чтоб серфить по интернету безопасно, нужно запустить программку, заранее скачанную и установленную, на смартфон или на винду. Я вам пока что покажу все на винде, а потом продемонстрирую смартфон. И далее все происходит так. Возим свой юзернейм и пароль. Ну и подключаемся. Если просто хотим серфить безопасно, то выбираем свою же страну, чтобы скорость была побыстрее. Ну и все, присоединяемся к серверу. А чтобы зайти на сайт, который доступен только для избранных. Ну вот, например, на сайт vevo.com. Нужно выбрать в США и зайти. Все настолько просто. Но хочу сказать, что VPN немножко гасит скорость вашего соединения. Но это из-за высокого уровня безопасности, что на самом деле не является недостатком. Вот небольшой тест скорости, слева без подключенного VPN, а справа с VPN. Да, скорость падает, но она зависит от того, где находится сервер и, как я и говорил, от уровня безопасности. Также можно подключиться и через телефон. Качаем программку, но в данном случае у меня установлено NordVPN. И в принципе здесь все то же самое, что и на винде. Выбираем сервер, подключаемся и мы защищены. Ну давайте коротко подытожим, кому вообще нужен этот VPN. Если человеку есть чего бояться за свои пароли, за свои личные данные и он подключается к интернету через незащищенные сети Wi-Fi, то конечно же VPN для него. Но если вы обычный школьник, то я даже не знаю, нужен ли вам VPN. Если только вы боитесь за свои любовные переписки ВКонтакте или просто хотите зайти на сайт, который запрещен для вашего региона. Собственно вот так. Ребята, ну надеюсь, что мой видеоролик был вам полезен и вы хоть немножечко узнали о виртуальных приватных сетях. Ну а теперь о конкурсе. Если хочешь выиграть Bluetooth-колонку в форме гриба, водонепроницаемую и с присоской, то слушай сюда. Поставь лайк, подпишись на канал Недообзор, подпишись на канал Сергея Дунаева и оставь любой комментарий под этим видео. И ты уже участвуешь в конкурсе и можешь выиграть эту Bluetooth-колоночку. Но если понравился видос и он был хоть немножечко тебе полезен, то поделись им и я тебе буду очень благодарен. Ну а с вами был Женя, как всегда. Всем удачи, всем пока!